Здравствуйте, меня зовут Ева Лекцер, рада вас вновь приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу наконец-то поотвечать на те вопросы, которые нагопились у вас в комментариях к видео, в целом, которые вы мне присылаете в соцсетях, и дать, скажем так, на них, ну, скажем так, поставить на них полноценные ответы. Итак, я себе тут набросала список из наиболее частых, наиболее повторяющихся. Возможно, конечно, отвечу я не на все, но тем не менее, скажем так, мало-помалу, по мере накопления однотипных вопросов, я буду выходить в эфир, да, и буду давать на них ответ. Итак, один из первых распространенных вопросов. Почему в одном раскладе вы говорите, что он вернется, а в этом, что он не вернется? Ну, начнем с того, что не нужно одну и ту же ситуацию ежедневно просматривать, не важно, у кого у меня, у других специалистов и так далее. Вот, допустим, она села вечером за чашкой кофе и погнала по всем 20 каналам, у всех смотреть, у каждого торолога по 3-4 расклада на ту и ту же ситуацию и так далее. А потом вы начинаете говорить, там сходится, там не сходится. Ребята, я не знаю, почему вы воспринимаете расклады на торо как какой-то развлекательный контент. Отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно. Не спрашивайте силы о том, что вы хотите знать чисто из развлечения. Вы должны четко понимать, что если вы даете картам запрос и хотите получить на него ответ, то относитесь с этим с глубоким уважением. Не спрашивайте вашу ситуацию ежедневно по 150 раз на день об одном и том же. По сути, скажем так, по моим наработкам, по моим практикам, если ваша ситуация, вы ее просмотрели на текущий момент на картах, не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону в течение месяца, двух, трех, до момента ее изменения в какую-либо из сторон, ее в принципе не следует больше просматривать. Вы сами себе вредите, вы постоянно вносите в хаос свою ситуацию. Тем самым вы поймите, ничего не бывает безоплатного. Я сейчас даже говорю не с позиции лайков или дизлайков. Любая работа – это труд. Труд, который вы не оплачиваете, не закрываете канал, он будет бить по вашей сфере жизни. Поэтому я не советую и не рекомендую к вам бегать по всем каналам, неважно там или по одному торологу, по всем его видео, и просматривать ситуацию в своих долях поперек. А как сегодня? А как завтра? Не нужно этого делать. Вы сами себе наносите вред. Просмотрели свою ситуацию? Видите, что она сейчас проигрывается по тому, что вам говорит тот специалист, которого вы смотрите? Оставьте ее на время. Пусть хоть что-то в вашей жизни стабилизируется, выйдет на новый план. Когда ситуация уже будет меняться, будут какие-то кардинальные изменения, то есть, например, вы видите, что мужчина хочет с вами помириться, либо же наоборот, видите, что у него складывается личная жизнь, а у вас ничего не клеится с ним, вот тогда просматривайте вновь. До этого момента, если у вас ситуация, как говорится, ровно, затишье, не тревожьте положение вещей. Дальше, следующий момент. Можно ли изменить расклад или в целом каким-то образом на него повлиять? Безусловно. Я хочу повториться, что расклад на тароне никогда не является приговором. Он показывает развитие вашей ситуации на тот период, который вы загадываете, если это индивидуальные консультации особенно, и в разрезе текущего времени. О чем это говорит? То есть, если вы в этой ситуации оставите все как есть, то есть, вы не прилагаете никаких усилий для изменения, то ситуация будет развиваться согласно тому, как падает на картах Таро. И если вы каким-то образом, собственноручно будете что-то пытаться менять, естественно, и расклад карт тоже изменится. Вы должны это понимать. Вы должны это осознавать, в принципе, что действие и бездействие имеют разные векторы развития ситуации. Еще один вопрос, который меня просто убивает. Вот у вас дар. Вы должны работать бесплатно или помогать бесплатно, и бла-бла-бла. Вот бабки, все лучшие специалисты, целители, знахари и маги, настоящие, они работают бесплатно. Вот для тех вот таких вот любителей халявы, любителей бесплатно, если вы не понимаете, о чем идет речь, я вам объясню. Почему эти бабки работают бесплатно? Вы никогда не задумывались, не сопоставляли факты, во сколько они умирают? Потому что люди, которые работают безоплатно, берут с вас здоровьем и годами вашей жизни. Вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Особенно, если это практикующие ведьмы, черные маги и прочее. Я знаю, о чем я говорю, потому что знаю, какие в роду у меня были люди, и как они работали. Тоже очень любили бесплатно лечить маленьких детей, потому что понимали, да, что они могут забрать взамен, а потом умирали в 104 года. Поэтому, если вы хотите бесплатное гадание, флаг в руки и вперед. Это я сейчас говорю о том, когда вы начинаете на индивидуальных консультациях торговаться. Вообще вопрос торга для меня в принципе неуместен. Объясню почему. Вы когда идете в магазин, у вас там стоят заявленные цены, вы не торгуетесь по поводу того, сколько стоит хлеб, либо услуги косметолога, либо еще какие-то нюансы. Вы платите столько, сколько цена вам заявлена. Почему вы для себя считаете нужным каким-то образом нивелировать профессионализм и квалификацию торолога, и соответственно снижать стоимость? Особенно у меня убивают вопросы. Я студентка, и не могу себе позволивать стоимость вашей консультации. Ну так простите, это не мои проблемы, это ваши проблемы. Если я что-то себе не могу позволить, то я в принципе не пользуюсь этими услугами. Это во-первых. Во-вторых, вот эти ваши какие-то оправдания и прикрытие там студентка, многодетная мать и прочее, прочее. Ну так извините, я тоже была студенткой. Я тоже была студенткой, училась на дневном обучении, работала до двух часов в ночь официанткой, и могла себе при этом позволить. И не ныла о том, что мне, знаете, ни с кем не торговалась по поводу стоимости услуг. И опять же такой момент. Если у вас есть возможность позволить себе iPhone, а нет, в возможности позволить себе оплатить консультацию, ну так это, знаете, вам же просто к другому специалисту. Следующий момент. Вы мне ничего не отвечаете на мои комментарии. Комментарии в YouTube или в соцсетях, три восклицательных знака, или ООО. Вот что на это я в принципе должна ответить? Что? Какой посыл вы несете своими комментариями? Что вы хотите до меня донести? Или что я должна угадать, что вы подразумеваете? Или вот следующий момент. Переворачивайте тогда уж всю колоду, если вы работаете на перевернутых арканах, и работайте. Ну, скажем так, не у вас я должна спрашивать совета, как мне работать, какая специфика моей деятельности. Особенно некоторые, которые мне пишут, хамят в целом мне в комментариях, с позиции сами вы аверс, это сейчас идет речь вот об этой двусторонней колоде, да, вице-верса, которая имеет аверс и реверс. Если вы вторую, как я говорю, не в зуб ногой, то не лезьте, не суньте мне в целом свои хамские комментарии, потому что в ответ вы просто будете посланы в пешее эротическое путешествие. Я ни с кем церемониться не буду, я не являюсь толерантным человеком, как относятся ко мне, так я в ответ отношусь и к вам. Поэтому, пожалуйста, давайте будем вести себя корректно и с уважением друг к другу. Последующий вопрос, который вы задавали, вот это тоже у меня, скажем так, в топ листе вопроса ваших. Когда будет будущий муж? Или когда я там выйду замуж в последующий раз? Милые девочки, женщины, девушки или мужчины, которые тоже смотрят вопрос, да, и проецируют его на себя. Я не хочу никого обидеть, я не хочу никого задеть, но давайте рассуждать логически. Не всем дано выйти в последующий раз, например, замуж, или выйти замуж вообще. Кому-то по судьбе прописано 10 раз, а кому-то ни одного. И когда вы мне тоже задаете такие вопросы, а где ваши расклады, каков мой будущий муж? Да не делаю таких раскладов не потому, что не хочу. Но вот если я выложу карту, что он вам вообще не падает за мужество, вы же сами надуете губы. Товарищи, я вам просто пытаюсь донести информацию. Не всем суждено по жизни состоять в супружестве, в отношениях, у кого-то по жизни да. И это сейчас даже не с позиции венца безбрачия, а по жизни идет ситуация одиночества осознанного, это отработка кармы. Поэтому все ваши вопросы по поводу каков мой будущий муж, где его встреча, почему нет таких у вас видеораскладов, это не ко мне, потому что это некорректно поставленный вопрос. Таро любит конкретику. Чем конкретнее и правильнее поставить вопрос, тем будет точнее ответ. Здесь нельзя спроецировать. Если вы хотите, да, я могу сделать расклад, но у вас там выпадет, вам не падает супружество, партнерство и так далее. Ну уж и не обессудьте в таком случае. Вот особенно много надела резонанса последнее видео на определение магических способностей с позиции расчета нумерологии. Хочу еще обратиться к нему. Почему я выполнила именно его? Потому что вы максимально точно, это знаете, это не расклад, где у вас не сработала интуиция, вы выбрали не свое. Здесь вы четко просчитываете согласно дате рождения. И когда вы мне пишете 150 комментариев под этим видео, а у меня вот такие арканы, а просчитайте. Ребят, я никому ничего считать не буду. Все, что я вам сказала, я могу вас направить и сопоставить арканы. То есть стоит вам чем-то заниматься или нет. Считайте вы все сами. Если я каждому буду сидеть считать, у меня не будет времени ни на личную жизнь, ни на консультации в целом. Сразу я опять же сижу, разжевываю, да, какой аркан, что означает. Объясняю, что они означают в совокупности. И если у вас падает аркан справедливости, пусть там дьявол и луна, ребят, дорога в магию вам закрыта. И в какие-то профессиональные развития мантических сфер, да, Таро, Ленорман, Оракулов, Рун. Справедливость, это вы можете нанести вред сами себе, либо кому-то своими действиями. Поэтому все, что у вас здесь падает, это так, для себя любимое, и то под большим вопросом, и не для кого более. То есть в данном контексте, если у вас падает справедливость, она же правосудие, это одиннадцатый аркан. Вы просто переносчик этого дара для своих потомков, для своего поколения. Я просто, понимаете, еще вот такой вот момент. Вы видите, что повторяются одни и те же вопросы. Если я видела, вы видите, да, что я кому-то ответила, и у вас аналогичная ситуация, не поленитесь про честь. Я не могу одно и то же писать всем абсолютно. Тем более, если это озвучено видео. Опять же, с позиции того, задаются вот такие вот вопросы, когда я делаю терроскопы, да, что я объясняю, что не всегда проигрывается терроскоп по знаку зодиака. Он может проигрываться по вашему асциденту. Что такое асцидент? И 150 однотипных вопросов. Ребят, все мы взрослые люди. Если вам не прочитать, потому что я уже кому-то ответила по поводу того, что такое асцидент, я в таких случаях говорю Google в помощь. Если вы научились пользоваться YouTube, то, соответственно, я думаю, загуглить, что такое асцидент, как это работает и каким образом его применять. Для вас не должно составить труда. Я ценю каждого из вас, своих подписчиков, я ценю каждого из вас, но физически я не могу каждому отвечать на какие-то, ну, знаете, вот не обижайтесь, пожалуйста, но глупые вопросы, причем однотипные, видите, вот один под одним идентичный комментарий. Если вы видите, что на первые два ответа, ну так прочтите, прочтите, это же ответ на ваш вопрос. Следующее. Вот это вообще в целом угнетает, особенно на индивидуальных консультациях, опровержение информации. То есть, когда вы ко мне приходите работать, потому что, безусловно, мы работаем здесь с вами вдвоем, прорабатываем вашу проблему, я не спрашиваю у вас, что у вас произошло, я только у вас спрашиваю, что мы смотрим, то есть какую сферу жизни, работа, личная жизнь, здоровье и так далее. Ну, естественно, если это личная жизнь, вы хотите с каким-то конкретным партнерами просмотреть, либо в целом. И вот когда я вам описываю, как происходит у вас, какое настоящее положение дел, вы себе бьете пяткой в груди, что нет, это не так, это бред, это ужас. А потом вы мне перезваниваете через 20 минут вся в слезах, в соплях, что да, это так, мне было стыдно признаться в том, что он меня бьет, что он меня там гнобит, унижает. Но простите, вот как вы считаете, мне комфортно, корректно с вами потом работать, если вы меня в первую очередь выставляете дурой и говорите все то, что я вам разложила, это абсолютно, ну, как информация, не проигрывается, абсолютно не подходит под вашу ситуацию и все, что я говорю, полный бред. С такими людьми я больше, в принципе, не работаю. Вы тратите попусту мое время, мои нервы и мои энергозатраты. Разыгрывать перед мной театр одного актера не стоит. Если вы ко мне пришли за помощью, то будьте добры со мной сотрудничать. И если я вам разложила, расписала ситуацию, а вы говорите, что она не такая, а потом звоните и говорите, что да, она такая, ну, уж извините. Вам нужно идти к другому специалисту, потому что я в целом вас не приму на прием и не буду разбираться в ваших вопросах. Следующий такой вот момент, который вы мне задаете. Почему вы не смотрите дно колоды? Почему вы не считаете квинтинсенцию раскладов? Ну, это в основном для тех, кто варится в Таро, скажем так, знает эту сферу, сам практикует. Ребят, ну, для каждого расклада, если вы считаете еще квинтинсенцию расклада, и не всегда нужно смотреть дно колоды. Я чувствую арканы по ситуации, о чем они говорят. Или вы считаете, что последняя карта для вас каким-то образом кардинально изменить ситуацию? Ну, маловероятно. Если, допустим, падает по всем арканам хорошо, а вы хотите, как бы, ну, да, добавить ситуацию, или падает, что все плохо, а вы надеете, что кардинальным образом что-то поменяется? Ну, поверьте, нет. Так, или вот такой момент. Вот почему вы не убрали карты обратно в колоду? Ну, допустим, когда у нас лежит 8 вариантов, да, тут 2 карты, тут 2 карты, вот одна карта. Ребята, я так вижу, я так чувствую. Это моя специфика работы. Если вам что-то не нравится, вы можете либо практиковать сами, либо идти к другим специалистам. Каждый раз объяснять одно и то же всем, почему я делаю так или делаю иначе, я не считаю нужным. Моя позиция как торолога. Последующие моменты. Так, что вы здесь мне еще писали? А, вот этот момент тоже просто выводит из себя выбешивает. Если вы мне, я вообще, в принципе, с вами общаюсь посредством сетей, ватсап, вайбер, по мере своей возможности я обязательно всем отвечаю. Многим вам пишу или озвучиваю, что, ребят, я занята, может даже вот несколько дней, пока не готова ответить на ваши вопросы или в целом взять вас в работу. Не нужно мне наяривать, тем более, когда увидишь, что я сбрасываю раз, второй, третий, нет, сидят наяривают, наяривают. Ребят, я работаю, вы чего добиваетесь? Я вас могу поставить просто в блок и все. Мы с вами не будем общаться, не будем никаким образом коммуницировать. Так, следующий момент на повестке дня, почему вы используете пустую карту? Это мое видение работы с картами. Бывают моменты, когда вам нельзя знать информацию и если она у вас падает в раскладе, для вас развитие этого вопроса и знание этой ситуации закрыто. Воспринимайте это как хотите. Я понимаю вашу обиду и стилю, вот я пришла посмотреть для вас у вас видеорасклад, а тут бабах и пустая карта. То есть я не получила никакой информации. Да значит вам нельзя ее знать. Видимо, вы уже столько пересмотрели информации по этому поводу, что просто вносите какой-то хаос и раздрайв свою жизнь. Одумайтесь. Следующий в списке топ-вопросов вот это вот просто как я говорю цирковые выступления. Что вы можете сказать обо мне по фото? Скажите обо мне хоть что-нибудь, хоть 10% чтобы я вам поверил и захотел с вами работать. Товарищи, я не для того выхожу в YouTube выкладываю видеорасклады для того, чтобы вам что-то потом в последствии доказывать. Если вы оперируете тем, что много мошенников и многим людям заплатили деньги, они вам не ответили, я понимаю, это в жизни имеет место быть. Почему я должна быть уверена в вас и рассчитывать на то, что вы потом оплатите мне мои услуги? Я не собираюсь ни у кого потом выпрашивать свои же деньги за свою работу, поэтому я работаю только по стопроцентной предоплате. И не для того я выхожу в эфиры на YouTube указывая перечень всех своих данных, чтобы потом заниматься мошенничеством. Поменьше это мере глупо. Если вы взрослые люди, то рассуждайте здраво. И для этого позиция я вам кину половину денег, а половину если все сбудется. Давайте вы мне не будете ставить условия как мне работать и вмешиваться в специфику моей работы. Если вас что-то не устраивает, вы в принципе идете к другому специалисту. Все, вопрос на этом закрыт. Ребят, тем самым вы уже изначально вызываете по отношению к вам негатив и строите между нами блок. Если у вас скептицизм по поводу навыков моей работы, вы же приходите не просто откуда-то, вы приходите по рекомендации либо просмотрю видео на YouTube и они с вами идут резонанс, они проигрываются. Вы же не пойдете к торологу к тому, к которому расклады у вас вообще идут мимо. то почему вы тогда имеете право брать на себя такую ответственность, приходите ставить мне какие-то условия. Это по меньшей мере просто глупо. Следующий момент, на который бы я хотела обратить внимание. Вот не в обиду вам, но это ваши бредовые комментарии. Некоторые я просто буду блокировать, как мне говорят, вот вы удаляете комментарии и так далее. Нет, я никогда комментарии не удаляю и не удаляла. Вы можете почитать, под каждым из видео есть как позитивные, так и негативные комментарии касательно моей работы. Но бредовые комментарии, ну вот простите, я действительно буду удалять. Бредовые комментарии на выбор из последних. Хочет ли Тимати со мной встречи? Ну давайте объективно, если вы женщина 36 лет, которая с Тимати в принципе никогда не была знакома, как вы считаете, хочет ли встречи с вами Тимати? Или комментарий под терраскопом Скорпиона на месяц, что терраскоп полностью противоречит судьбе Скорпиона. Барышня, включайте голову, каким образом, каким местом взаимосвязан терраскоп на месяц и судьба Скорпиона, причем не ваша судьба, а судьба Скорпиона в целом. Скорпион это знак зодиака, которому принадлежат многие люди. Но и такой чуши сплошь и рядом. Я не дам разводить вам срач у себя в комментариях. И вот подобные вещи я буду удалять. Я никогда не против негативных комментариев в том контексте, если они объективны и они конструктивны. Я всегда за конструктивную критику, особенно если вы обоснуете, что вам не понравилось, подача материала, позиционирование, я в целом или что-то еще, ну не знаю, там трактовка арканов, и у вас есть свое видение, как вы считаете правильно. Обоснуйте. Если вы не в состоянии этого сделать, то будьте добры, идите с миром. Еще такой момент, я хотела бы у вас спросить, именно к вам обратиться, задать такой вопрос. После своих консультаций у меня возникает очень часто много таких моментов, когда люди требуют помощи. помощи словом, помощи делом, кому-то может быть финансовая, ну в каком, я вам просто приведу пару примеров, я обещала записать это видео, но многие отказались, постеснявшись указывать свои данные, потому что ситуация будет преданной огласке и так далее. О чем я хочу сказать, если вы существуете нужным, я могу записать какое-то видео, которое будет называться служба взаимопомощи, в которых вы можете с позиции своего опыта, мудрости, связей, либо каких-то наработок, помочь тем иным людям, каким образом. Ну вот, например, ситуация, женщина, дети инвалиды и так далее, квартира в ипотеке, причем женщина, которая содержит себя, свою семью, то есть тянет всех одна. И складывается таким образом ситуация, мы видим это по картам, она подтверждает, что да, они просто останутся без жилья, грубо говоря, на улице всей своей семьей. Вы же понимаете, что если дети нездоровые, какая там на них пенсия, сильно на нее не разгонишься. И я сейчас не говорю о тех, знаете, которые там бухают, гуляют, нет, это порядочные, толковые люди. Или вот сама ситуация, когда она сирота, и он ее сбивает просто до посинения, а уйти ей некуда. Она проживает в другой стране, я все, что могу посоветовать, это погуглить и обратиться в службу соцпомощи. Просто если вы можете человеку в какой-то ситуации помочь чьими-то контактами, не знаю, социальных служб, либо как-то, знаете, внести свою лепту с позиции своего опыта, например, юридического, врачебного, еще какого-то, да, дать рекомендации, мне кажется, это будет прекрасно. Потому что не всегда мы можем, когда у нас какое-то горе или беда, грамотно все совпоставить, понять, что же нам надо, например, погуглить, куда нам нужно обратиться за помощью, что нам нужно сделать. Или в целом, вот, я думаю, тоже многие сталкивались с такой ситуацией, когда женщина и умница, и красавица, и толково говорит, и правильно себя позиционирует, и очень корректно ведет, да, себя, но из-за того, что возраст берет свое, например, же 46 лет, нигде не может трудоустроиться, потому что всем нужны молодые и красивые. Вот я утрирована, да, с грандиозным багажом знаний. Поэтому, ребят, если мы будем помогать друг другу, это и нам зачтется в карму, и другим людям тоже, знаете, окажем какую-то невообразимую помощь. Если вам данный момент интересен, то такое видео я запишу, где каждый, я буду просто указывать, вот вкратце, допустим, видео там, ситуация такая-то, такая-то, естественно, официальный, да, имену озвучивать я не буду, просто будут скидывать контакты, по которым вы сможете связаться с тем или иным человеком, и оказать ему какую-либо помощь, как я уже сказала, там, советом, делом, либо еще какими-то поступками. Ну вот, в принципе, это все, что я хотела озвучить на сегодняшний момент. Подписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, что вам было ясно, неясно, или что было лишним, либо какие в целом у вас еще есть вопросы. Ну а искренне я вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехца. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok